Контроль всегда хорошо, можно набрать много-много раундов, терроров можно начать не так вот, не так успешно, но посмотрим, что у нас будут делать датчане, смотрим за их первым раундом, так, включаем, да, включаем автодиректор, да, все, все окей, так, включил же картинку, да, да, включил, что вы там пишете, все уже окей. Итак, что у нас делают аннексис, трое по улице, двое на нуле, будет сплит походу на, либо на рампы, либо на верхний план, но, скорее всего, я думаю, на рампы, то есть продут ребята по улице вниз, и два чувака на нуле с бомбой попытаются пройти по рампам и выйти, собственно говоря, на нижний план, ну, либо уже на верхний, тут главное пройти рампы. Смотрим, пока вот у нас аннексис, я вижу, не определились, дают у нас тут флешки, дымы, пытаются стреляться, никуда не уходят, хотят именно от разминчика сыграть. И первый минус за Варигеймс, ну, вот, мне кажется, стоит им пройти уже куда-нибудь, не тусовать на улице, либо наверх, либо уже, в конце концов, вниз, либо уже по девятку, ну, вот, как бы, делать это быстрее. Очень долго они это делали, пропускают у нас Глэйва вниз под рампы, и сейчас он постарается зайти в спину кому-то из контров, там кто-то стоит прямо уже на радио. Ох, улетает Смитс, да, неплохо, неплохо получилось, 4 в 4 размены. Что у нас будет делать аннексис? Неужели наверх не пойдут? Да, выбирается в них на 9, ой, какие лаги, лаги, лагает, Гоу, ТВ, минус, 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 и минус, никого, как жестко под лагит, извиняюсь, именно Гоу, ТВ, прям, фризит очень жестко. Ничего с ним нельзя сделать, и первый раунд остается за Варигеймс. Последнее раунд остается. Так, я снова с вами Отдача в аннексис, вынуждена не сливать Раунд полностью, есть такой дым У Глэйва, но постарается он Задымит сейчас Задымит чувака, который в углу И будет просто заход, ох, Глэйв, шикарный Минус, голова, просто сейчас бедный НБК отвалился, без шансов Просто без шансов, минус, кинец, минус, эксистис Просто убивает контров, без шансов На верхнем плейте, остается два контра на девятке Минус от Смитца, два в три Зажимает Смитц, убивает его и Скрим Один в два, с Фомасом, нет, ну Скрим скорее всего Возьмет раунд, тут у терроров пока нету ганов Но тем не менее Сейчас позиции могут все решить, один на верхнем плейте Другой внизу Глэйв видимо ждет здесь еще Скрима, Скрим-то уже вниз пришел А Глэйв тут все ждет и ждет Утрывается Скрим И получает с голову первый раунд за Аннексис, то есть 1-1 берут они экраунд Во многом благодаря Глэйву Который сделал минус на плейте, чем позволил Выйти спокойно на верхний плейнг Дальше уже разрулить очень жестко Ну и в целом, как-то Вэри Геймс оказались не готовы К отдаче на верхний плейнг, довольно элементарный Обычный Просто дым бросили и все, и зашли убили всех Как-то немножечко это было странно Теперь уже отдача Вэри Геймс Кто знает, возможно сейчас они повторят успех Аннексис За контроль отдачи Если где-нибудь засадочку устроить То вполне можно взять На рапах, например, можно голову просто сносить без шансов Где-нибудь на верхнем плейнге можно усесться Ну пока вот у нас, видите, Аннексис играет очень аккуратно Естественно понимает все То, что я говорю И дабы не отдаться Бегают вместе по парам И потихонечку весьма-весьма Спокойно Организованно выходит на верхний плейнг Чекают А вот и минус от Смитса А вот и минус от Киньеса Вот видите, что делает у нас контроль на отдаче Смитс врывается, еще минус Ну-ка, по вас Зажимает, о боже Вэри Геймс просто, да, повторяет Повторяет успех предыдущего раунда У Аннексис и Забирает свою копилочку отдачу Смотрим Нили, конечно, еще живой Один в три Ну давайте посмотрим за Нили Где он шесть хп, есть калаш Три врага против Ниву У двоих из них пистолет Бомба выбита Не позавидуешь Прожимают Нили 70 хп Осталось-то не так уж много Спасли 10 хп, ну все Мертвые, мертвые Нили И это 2-1 Обе команды обменялись Взятыми эко-раундами Не так часто это бывает Весьма-весьма интересно И отдача Таннекс Давайте посмотрим Может ли снова один раунд? Я не удивлюсь Гоша, когда будет Копенгаген Геймс? Он будет в конце марта Насколько я помню Так, ну смотрите У нас отдача Плюс раскидка на верхний плейн Даются флешки Даются дымы Врыв Врыв от пимпа Тыкают, тыкают Ну где минусата Ё-моё Хоть от кого-нибудь Ну вот нормально В этом раунде Контроф Все, окей Со стрельбой Сносят они Атаку Аннексис Несмотря на флешки И дымы И раунд переходит К команде из Франции 3-1 Напоминаю вам, что По идее Если верить официальному Расписанию турнира То после этого матча Нас ждет Матч за третье место И только потом Финал Где у нас Уже Ждут Нипы Победители этого матча Ну а соответственно Проигравших этого матча Ждут ЕСЦ Гейминг В матч за третье место Но я все еще надеюсь Что все-таки Эти матча будут сыграны Одновременно И мы ляжем спать пораньше Хотя у матча будет интересно То есть ЕСЦ Против Либо ВГ Либо Аннексис Ну и Нипы Соответственно против Либо ВГ Либо Аннексис Оба матча будут классные Жаль конечно Если бы это одновременно Но при этом Хоть поспать получится Смотрим ВП у Ника ВП у Киньеса Минус от Киньеса Вот видите Киньес на Нюке У нас должен здесь играть Стабильность Отличный снайпер Если на Инферно Он смотрелся Очень блекло На фоне Ника Которая делала минуса То вот сейчас Я думаю Все будет окей Глейф Глейф отбирает ВП Постарается выполнить Рольф снайпера Чекает Чекает Девятку Замечает И минус Сутки Неса Спокойненько Без лишних движений Врывается на верхний плент Ищет Ищет тушки Темненькие Синенькие Получает ХЕ И минус Это на БК Хорошо Ой-ой-ой Полетели головы Но остается Последний Глейф Прострел Один в два И минус Отцвиться 4-1 Закупочка Датчан Видим мы На этот раз Сыграет без АВП Денежат не так много Улицу контроль Кинес Должен делать минус В дым Да, хорошо Тут поверх дыма Видно более-менее Все правильно Он смотрит НБК готов на флэнте Встучать флэшки в руке Против мейна Против скрипа И ребята Из Анексис По крайней мере Двое из них Пытаются пройти рампы Тут тоже снова куча дыма Очень неудобно Сейчас надо будет проходить Анексис Ничего вообще не видно Ой, белый Еще белый Нили тут же умирает Пимп прошел по улице Вот если пройти с рампы То можно сделать сплитик На нижний плент Минус от Кинеса Ну и не получается Ничего, ребята Издание Кинес вот божит Просто божит с ВП И остается последний пимп Пимпс С калашом Батроски на нижней пленте Будет просто сейвить Ну тут, смотрите Ни одного ХП Один ХП только снесли Кинесу в этом раунде Остальных всех по 100 О, Кинеса 99 То есть, ну, no comments И остальные просто Анексис мертвые Все Как надо так стрелять Что вообще просто Даже в мизинчик не попасть Убивает пимп одного Но тут сейчас придет К нему еще один контр Скорее всего Бьет сейчас в спину Эх, не усп... Или усп... Нет, не успел Подлагивает Гоу ТВ Не обращайте внимания Есть... Есть фризы Подтверждаю Но Ничего не сделать Рейты заблочены И... На Гоу ТВ находится 673 человека целых И... Видимо из-за этого еще Весьма весьма подлагивает Ну и плюс Как-то Гоу ТВ Пока Вальф Вот, есть классные вещи В стиле там Автодиректора Но вот Такие дёрги Никиты Глюки Они пока еще К сожалению Присутствуют Разменщики на вернем плейте Врываются Пытаются Анексис повторить Свой топ-успех С эко-раундом Но Понимаем, что Вари Геймс уже готовы К таким выходам И спокойно Совершенно без нервов Все это принимают В сухую практически И Забирают себе шестой раунд Не знаю Я почти уверен Что нас ждет Третья карта Потому что Ну ВГ на нюке Реально сильные Бодрые Веселые И Анексис Мне кажется Здесь Ну Очень будет сложновато Давайте посмотрим Как у нас Анексис Отыграли На этом турнире На карте Денюк То есть Кого они обыграли Кому проиграли Так Альтернет Они обыграли На Инферно Логикс На Дасти Вари Геймс На Дасти Не вижу Анексис И обыграли TCM Гейминг На двух картах На Трейне И на Дасти То есть На нюке Фактически Они ни одной игры Не сыграли Не знаю Не думаю Не думаю Что у них нюх сильный Скорее всего У них весьма Весьма посредственный Ну а Против Вари Геймс Да еще сильного нюха Мне кажется Шансов вообще Очень-очень мало Так что Я бы лично На вашем месте Готовился Морально Морально Готовился К третьей карте Но Глейв и Ник Со мной не согласны Тут же делают Два минуса Уже три минуса В раунде И сейчас Раунд должен забираться Скрим у нас На улице Кенни-Эс За красным ящиком Ох Прочекал Кенни-Эс Хорошо Понял что Запрыгнул Чувак на ящик И им Ох Кенни-Эс Ну это Кенни-Эс Сейчас правда Он умрет от улицы Наверное Там вроде Подойдет к нему Да Так и получилось Ну хоть Скрим засейвил Смотрим на долю Снайперов Ника Кенни-Эс АВП Кенни-Эс За красным ящиком Ника Как раз таки Высматривает его И Кенни-Эс Его Перестреливает Так что Наверное Все таки В такой дуэли Снайперов Можно сделать Выше Кенни-Эс Будет немножечко Покруче Покруче Сейчас Складывается Такое впечатление Заступились Аннексис Не понимая Что им делать Вот уже Минусуют Глэйва Из этого халда Пим пытается Какого-то вычислить Нили пытается Вычислить Ну а контры Играет очень Грамотно Не лезут Вот сейчас Прочекали МСЛ Минус Нили Ну тут да Без шанса Просто без шанса Раунд за Веригеймс И Пим будет Сейвить АВП И МСЛ Тоже уходит На Сейв Предстоят нам Еще секунд 10 ожидания Сейва Это все Очень Очень скучно Оба контролят Нас на мусоре На ТРСП Калаш И АВП И это 7-2 Ну в принципе Два раунда Уже Это не так плохо Посмотрим Что будет дальше Еще пару раундов И уже можно играть Нормально За Вторую сторону Снова 3 плюс 2 Мы это уже видели В одном из Предыдущих раундов Раундов 5 назад Двое у нас На нуле Трое проходят По улице В прошлый раз Мы увидели Некое такое Столопотворение На улице Ребята еще стояли Стояли стрелялись Но вот на этот раз Видите Один проходит Вниз Второй вместе с ним Третьего убивают И это уже больше похоже На организованную На какую-то организованную атаку Ребята уже внизу И плюс Помогают сейчас ребята С рампов Нужно зайти Сделать минус Тогда можно нижний фронт Рываться Очень хорошо Минус у Ткинес Но вот Только похвалил Ткинес Только сказал что он круче Как скрим Не скрим А Ника его Наказывает Причем с ВП В меньшинстве Тем не менее В меньшинстве Остается Анексис Один в аквариуме Ох Как скрим получает Очень жестко Три в три Два в три Ну как же так Отваливаются французы Без борьбы Два в два Неплохо Экзис на верхней пленте Пойдет через кишку И НБК будет идти через метро Бомба ставится Нужно врываться быстрее НБК Мог бы Мог бы успеть на самом деле Если конечно не за щитком ставил И Да за щитком походу Куча дыма Ничего не видно Пытается НБК Проспамить в дым На самом деле мог бы Уже как бы нет Там стоит конечно за этой За цистерной Ловит Ловит молотов Ой-ой-ой Опасно-опасно Ну правда криво Криво кинул И в итоге Ника спокойно Здесь может отыгрывать за цистерной Даже Ни капельки не подгорая Минус И один в один Пимп Ловит в голову И НБК у нас Успевает Успевает разефузить бомбу Насколько я вижу И это раунд за Вригимс 8 8-2 8-2 9-1 11-5 10-11 Централь 16 20 Снова кинец на своей любимой позиции под девяточкой. Вернее, не под девяточкой, а как бы на девятке, но на крыше. Но на самом отдачу аннексис, только можно не особо не париться. Смит делает минус 4 на рампах, минус 3 на рампах. Смит помогает, один пропрыгнул вниз и... Смит и с ним расправляется. Минус 4. 9-2. Да, все спокойненько. Как видим, пока в ReGames весьма и весьма в преимуществе. Чувствует свои силы не только потому, что они за комфортную сторону, но и в целом по стрельбе, видно, хорошо принимают. Может быть и не на голову выше, но во многих ситуациях видно, что где-то перестреляли, где-то переиграли. Ну и на этом, конечно, мы видим такие прорывы от Ника с его ВП. Глейв там очень неплохо раздает, но как-то не хватает стабильности ребятам, чтобы каждый из их команды сейчас так играл, потому что, видимо, МСЛ 2 на 10, ну это куда-то, куда-то, что это такое? Нили 3 на 10. Ну вот как бы Пимп 7 на 8, Глейв 7 на 8, на 7 на 9, вернее, Ника 4 на 10. Ника тоже мало, но хотя бы с ВП убивает АВПшник. Очень важно эти минуса делать. А остальные вообще где-то внизу и не помогают своей команде. Это очень сложно. Вот кинез минус, сжимают кинезу. Добили, хорошо, Нили. Справился с задачей. У меня самый сложный. Минус от МСЛ. Как раз я только что их раскритиковал, сразу начали делать минуса. Врывается Экзис, из головы заметил, дает флэш. Дает молотов. Стреляется с одним, а второй стоит не... Да, нормально. Проконтролил, и остается последний СМИЦ. Один флэш, минус от Ника. 9-3. 9-3. 10-3. Аркадат пьется по рампам. Врывается он в радио. Спокойно убивает Миль. Ну вот что это такое? Пошел, отдался просто. Зато и мысль. Врывается на верхний плейн. Тоже дается у нас НБК. Размен от Экзистенса. 4-3. Б-6-3. Контры. И сейчас надо бы Анексис что-нибудь срочно придумать, потому что их уже поджимают с рампов. Экзистенс контролит выход на верхний плейн. Ой-ой-ой-ой. Контролит не очень хорошо. Сносит ему приличное количество ХП. Ну и заперты. Фактически заперты. Датчане на нуле. Отошли, правда, рампы, но... Датчане, я думаю, этого не знают. Они так весьма тут... Как-то скованно играют. Не знают, куда им выходить. Вот, вроде бы, решили наконец-то выйти на верхний плейн. Один будет хоть другой скрип. В принципе, неплохой вариант. И что у нас делают французы? Двое на рампах. Один на верхнем плейн. И даже трое на рампах. Что у нас тут? Прямо целое столопотворение. Скрим рампы. Смитс под девяткой. Экзистен только на верхнем плейн. Да, остальные рампы все. Видимо, надеялись, что пойдут на рампы. Отдадутся, ребята. Но тут что-то очень хитрое. У Анексис. Скорее, наоборот, даже не хитрое. А просто не знает, ребята, что делать. Ник СВП. Ему тут не особо... Выгиши за спреешь. И просто под флешку входит Пимс. Надеется на то, что минус от Нику, между прочим. Пимс не перестреливает. И Ник, да, вот СВП тут ничего не сделает. Даже несмотря на открывающий минус. Какой счет на первой карте? На первой карте счет был 16-12 в пользу Датчана, Анексис. Они, наверное, переграли французов Веригеймс. И вот теперь настало время расплаты. Веригеймс на Нюхем, на своей карте, пока обыгрывает Анексис. Но посмотрим на последние два раунда. И потом посмотрим еще на вторую половину. Если, конечно, будет 12-3, то, да, шансы малова. Если же сейчас у нас возьмут Анексис два раунда, то 10-5. В принципе, приемлемый счет. Очень даже на Нюхе за терроров. Почему нет? Брать первый раунд, и там уже очень быстро счет сравняется. Смотрим. Смотрим, что придумают. Давайте посмотрим поочередно за каждым. Глейф у нас будет давать... Он даже не знает, он бегает налево-направо. Ну, пока они решают, что им делать, уже ворвалась Аркада в лице НБК. Его тут же убивают. Зая за Аркадил. Тулком ХП никому не снес. Ну, как же долго, как же долго Анексис все делал. И вот, наконец-то, решились выйти на верхний план, сделать раскидочку. Пошли флешки через верхние окна. И давайте посмотрим за Пимпсом. Он рвается с П-250, но, тем не менее. Он врывается. Чек, чек. Никого не видно. Жесткий минус от Нили Глейфа. Пимпо! Ой-ой-ой. Из этих лагов даже не помню, где Пимп сделал минус вообще. Вроде даже и не стрелял ни в кого. Но минус сделал. В итоге, скрим 1-4. То есть, провал. Полный провал в регионе с тренажным пленте. Очень хорошая раскидочка от Анексис. Дали флешки, дали дымы. Ну, все, скрим не жрец. 10-4. Нормально, нормально. Вполне можно увидеть борьбу за КТ-сторону. Все, скрим разошелся. Очень долго у нас Анексис как-то все решает, что им делать. Заходит на ноль. Ждут несколько секунд аркада. Потом совещается, что же им делать, куда же идти. Пойти или на рампы. Может сделать раскидочку на верхнюю пленту. А ТМСЛ уже проник вообще вниз каким-то образом. Посмотрел я это. И вот в этом раунде решает у нас пойти все-таки... Ой-ой-ой, Глейв. Ну, как так? Вот скрим рвать, сделать минус 2. Казалось бы, уже все. Ну, бери, минус 3 делай. Так нет же. Тут, наверное, минус 2 от Глейва. Третья мистер МСЛ. И уже ситуация с головы на ноги встала. Кенес и Экзистенс. 2 в 3. Кенес у нас с Кишок. Экзистенс у нас с Метро. Ловит. Ловит Кенес одного. 2 в 2. Причем Ника очень коцанный, но он с АВП. Он с ВП, смотрит Аквариум. Готов, если что, поменять позицию. Минус от Глейва. Ну, и остается последний час в минусе, скорее всего. Опа! Да, поймал. 10-5. Ну что же, неплохой. Неплохой счет для Анексис. Хоть они всю игру почти вафлили. Но вот последний раунд взяли. И тем самым избавили себя от проигрыша разгромного случая взятого раунда от Вэри Геймс в пистолетке. Даже если проиграет, то еще будет время побороться. Так, ну пока у нас в минус сторон. Я быстренько включу вам рекламку. Не скучайте. Совсем скоро вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Они. Они неизвестны. Если Вэри Геймс еще как бы... Это Вэри Геймс. Мы их уже много раз видели. То Анексис, наверное, гораздо менее известны. Хотя, как видим по скиллу, ребята очень крутые. Насколько я знаю, в Source это была такая средняя как команда европейская. Неплохая. Но вот теперь у нас, видим, мы... Они прямо готовы врываться в топ. И где же минус? Врыв вниз с бомбой. Минус киньеса. Неплохо. МСЛ и... Пимп. Два. Три. МСЛ с вилок. Ох, какой хэдшот с P2000. Еще кодзает еще одного человека за цистерной. Пимп давит флэш. Под флэш врывается МСЛ. Нет. МСЛ делает релоуд под флэш. Пимп сам решил ворваться под свой флэш. Ну где же МСЛ? Вот, наконец-то. МСЛ ворвался. Помогать. И последний остается экзистенс в коморке. Ой. Мы зажали мне каешку еще. Взорвали просто дверь. Чего же там церемониться? Если уж не самого чувака, то дверь взорвается. Она такая смешно улетела. И понял, к сожалению, экзистенс, что там не спрятаться. В итоге первый раунд за Нексис. И вот, да, благодаря пяти раундам за первую сторону, они еще взяли пистолетку. Сейчас они довольно быстро, я думаю, счет сравняют. Так что, возможно, возможно, мы сейчас увидим еще и падение Варигеймс на нюхе. И тогда, вообще-то, будет 2-0 по картам и ББ Варигеймс. ББ в третье место. В матч за третье место, если быть точным. Гоша, какой топ-5 команд на данный момент? Ну, это сложный вопрос, потому что, во-первых, ну, первые две команды назвать несложно. Это НИП Варигеймс. А вот на последующие три места претендует довольно большое количество команд, среди которых я могу назвать, ну, не знаю, команд шесть точно. То есть, допустим, Виртус Про. ЕСЦ. Ну, а вот сейчас мы увидели, что, оказывается, они действительно претендуют. Они действительно денировались очень хорошо на Буткемпе и не только. Они действительно не пели в караоке и не играли в Доту. Так что... И это не считаю еще каких-нибудь там Night Faculti, которые, правда, провалились недавно. Буквально вчера, не выйдя из группы. Но, тем не менее. Лимандоксы также очень неплохие. То есть, они тоже провалились, но они тоже претендуют. Также есть 3D Max, также есть Kick. Они, может быть, немножко похуже будут, но... Претендовать могут, я думаю. С натяжечкой, скажем так. Плюс есть Imaginary. Хотя вот в последнее время, особенно вчера, они нас очень сильно удивили. Проиграли миксу ностальгии. Такое, конечно, делать нельзя. Вот, ну и плюс пока еще очень мало ланов прошло. То есть, мы очень мало команд увидели. То есть, в ВП мы вообще на лане еще ни разу не видели. Кроме StarLadder, имею в виду. И... О стабильности судить очень сложно. Для того, чтобы говорить о стабильности... Вернее, чтобы говорить... Для того, чтобы говорить о ТОП-5, нужно иметь в виду стабильность. Потому что сегодня ТОП-5 одно, а позавтра уже другое. Сегодня Нави бы играли ESC, а завтра Нави проиграли Night Faculti и уже не попали там в ТОП-8. Поэтому нужно просто ждать, пока будет больше турниров, собирать статистику, и там уже можно смело говорить о том, кто у нас в ТОП-5, а кто не в ТОП-5. Пока рано еще говорить об этом. Но НИПы и Вери Геймс, они уже сразу застолбили себе там место. Это, конечно, бесспорно. Вот снова вижу, возмущающиеся. Возмущающиеся люди моим произношением Кенни-Эса. Я вот прямо назло был таким людям говорить Кенни-Эс. Кенни-Эс. Ну что ли, как дети, ё-моё. Есть никнеймы, которые можно читать разными способами, и это не значит, что ваш способ, он самый правильный. Ну что, действительно, неужели такие очевидные вещи, они непонятны? Нельзя же быть настолько, не знаю, узких взглядов, что я считаю, что только твой взгляд вам правильный. У Хекка вон тоже никнейм считается как Сек. Однако что не мешает нам назвать его Хекком. Так, опять за мной так. Это, похоже, тоже вызвал полицию. То есть это... Ладно, хорошо, хорошо, Кенни-Эс. Хорошо, только просто не сдавайте меня полиции. Я понял свою ошибку. Кенни-Эс, всё, Кенни-Эс. О, сразу же уехали. Ха, Кенни-Эс. Так, ладно, всё, давайте не флудить, не автопить. Смотрим за игрой. Смотрим за игрой. Двадцать им. Наконец-то за кубочек у нас от Вэри Геймс. Им бы пора божьи раунды набирать. А то они... Пока смотрятся не так хорошо. Я, правда, просто пропустил последний раунд, а неужели его взяли? Из-за всякого флуда. В чате. Отвлекли мое внимание. Так, ладно, в любом случае за кубочек у обеих команд. Смотрим мы на врыв на верхний плент от Вэри Геймс. Идёт раскидочка, идёт заход. Через скрип. Ой, ну последний Смитс врывается. Врывается Смитс, зажимает одного второго ножа. Смитс, ну прямо перед тобой две спины. Да, зажал. Фуф, я уже думал, сейчас опростоволосится и отдаст. Но нет, Смитс два минуса, хорошо. Три в три, три в четыре даже. Террор в большинстве, двойной девятки. Не самое удобное, конечно, у них расположение. Врывается Ниле. Тут же его успокаивают. И Ника один в четыре. С Эмкой, даже без АВП. Ну, грустная новость у меня для Ника есть. Это раунд за Вэри Геймс. Тринадцать семь. Вот теперь очень печальная ситуация для АНЕКС. Три матч-поинта в Вэри Геймс. Три раунда до победы. И даже учитывая, что это... Атака. Ой-ой-ой, неужели будет Нинди Диффуз делать? А, нет, Диффузов нету. Или на Планте есть. Он так упорно сидит, видите, на девятке. Решил не убивать Террора. Неужели сделают Диффузы? Давайте посмотрим, есть ли Диффузы на Планте. Он прямо так отчаянно сидит. Неужели он будет здесь сейвить? Так, ну, во-первых, я Диффузов не вижу. А, во-вторых... Нет, не будет. Просто еще засейвить на девяточке. Ну, как бы, да, вот немного глуповато, потому что... Умер. Умер. Сейчас тут третья карта, и вообще финал в два часа ночи будет. Тьфу-тьфу-тьфу тебе на язык. Я очень надеюсь, что такого не будет. То есть я с удовольствием, конечно, посмотрю на третья карта, но... Но я не хочу и встынить финал в два часа ночи. Это же... Это очень поздно. Там-то у людей, конечно, один с вечера в Австрии, но мы-то в России с вами. Я хочу пораньше лечь. Отдачка у Anixis в четыре страны за Ври Геймс, и похоже, что, да, это будет третья карта, потому что Ври Геймс, ну, они, как я уже говорил, сильны на нюке. Я думаю, вряд ли они не возьмут два раунда еще за... Восемь раундов от Anixis, даже девять. Должны, должны Ври Геймс эту карту забирать. Третья карта будет D-Dust 2. Насколько я помню, сейчас посмотрим. Сейчас я проверю. Гляну в Тан-фу. Писали просто. Такие карты будут. Такс, 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 такс. Да, Инферно первая, нюк вторая, даст два, третья. Так что, похоже, нас ждет пустынная... Пустыня 2. Ой, не пустыня, а пыль. Пыль 2. Гоша, прикинь, если еще в матче на третье место будет три карты. Еще и в финале три карты. Но тогда... Тогда я найду тебя. И... Ты просто сгладишь тогда, и тебя надо будет наказать. Не, я надеюсь, такого не будет, потому что... Три карты, это три часа, фактически. Учитывая, что там каждая карта минут пасворок, плюс перерыв. Реально, три часа. И еще шесть часов, но это будет... Финал, законишь эти часа в 4 утра. Это будет крайне плохо. А то и в 5. Еще овертайм на третьей карте. Окей, я понял. Можно-то сразу еще овертайм на первую, а еще и на второй, и на третьей. До тридцати... Четырех тридцати, как было у Навиа. Я понял, вы хотите моей смерти просто. Так-то да. Датчане, они разорвали у нас... Веригеймс именно на Дасте. Разорвали Веригеймс. Шестнадцать четыре. Я, конечно, думаю, что третьего... Вернее, второго такого поражения от них не будет. Разгроманного. Веригеймс, я думаю, что французы сделали какие-то выводы по этой карте. Но, как факт, мы знаем, что One Exus даст два весьма-весьма сильных карты. Так что, если делать ставки на третью карту, то я бы, наверное, поставил бы... Ну, даже не знаю. Никого бы не стал ставить, мне жалко денег. А вот на люке можно легко ставить Навиа. На регеймс, потому что... Уже в сотый раз сказано, что карта не хочет сильно. А тем временем у нас врыв на рампы. Очень подлагит, гаутеринит, у меня спайдер переключится на людей. Тут, правда, очень жесткий прием от Нилли. Три в пять. Без разменов. Это флеш. О, нет, это дым. Убегает сразу скрим, понимает, что в дыму лучше не стоять. Смотрит в спину. Опасно, опасно. Подказывается сзади. Как же так? Скрим в голову не дает. Два в четыре. НБК и кинез. Оба около рампов. Выбивать контра за ящиком. Минус. Минус Нилли. Два в три. Можно разыграть. Глейв там пытается что-то прострелить, и не знаю. Нет, кто-то другой пытается прострелить. Что это такое? А, это... Это никто не... Это фейк. Фейк граната. Я тоже подумал, где это, что второе АВП стреляет. Забыл совсем об этих гранатах. Смотрим, что придумает в Вари Геймс. Кинез уже на девяти. НБК упал, но пришел. И под флеш кинез пытается ворваться. Падает на плейнг. Мы прямо, по-моему, в полете сняли. И в итоге раунд за анексис. 14-8. Нет, мне в понедельник никуда не надо. Я могу поспать, но... Просто режим. Режим не хочу сбивать. Поэтому... Крайне не хочется меня ложиться в 6 утра, или в основном, в 4, в 5. Открывающий минус от Глэева с АВП. Странно, что нюниник играет. Ну, Глэев тоже. Мы видели уже его с АВП. Неплохо он отыгрывает. Причем отыгрывает он не на улице, а, судя по всему, где-то за кишкой играл. Я был абсолютно уверен, что он играет на улице. Минус от НБК. Наказывает Глэева. 4 в 4. Прошел уже на БК вниз. Двое по улице. Смит у нас на нуле. Заходит в будку. Попытается кого-то поймать здесь на перетяжке. Ну, либо просто зайти в спину. Ну, пока... Пока... Все это происходит крайне медленно. Все, заходит у нас Existence на нижний плейн, ставит бомбу. Скрим смотрит в кишку просто в упор. Должен давать... Пропускает, ну как так? Чувак просто перед ним пробежал, и он такой, ой. Ой, и пропустил. Должен был, конечно, убивать. Хотя бы по козы должен был. Дается флеш. Сейчас контримут реально отбить плейн 4 в 4. Уже занимается плейн. Сейчас террором. Вот нужно делать минус НБК. Его плохо никто не чекает. И он все равно не делает минусы. Ну, вот Смит контролит хорошо. Existence. Размены. И 2 в 2. Очень костные контры. Бомба еще не диффузится. И, скорее всего, раунд останется за Вери Геймс. Тут, конечно, для Ника без шансов. Он убегает, убегает. Сейвит. Что он там сейвит? Ну, видимо, не АВП. Да, Калашик. 14-8. Ой, 15-8. Раунд за Вери Геймс. И матчпойнт. Матчпойнт у французов. Один раунд для победы. И, скорее всего, мы именно это и увидим. НБК у нас занимает Скалу. Скрим на нуле. Смитсон под рампами. Existence под рампами. И КНС у нас на нуле с бомбой. Проблемки, проблемки с деньгами у аннексис. У двоих из них пистолеты. У Нили суперган. МАК-7. Вот Ника открывает раунд. Неплохо. Размен. Минус Нили со своим дробовиком. И рампы занимаются. Пытаясь сейчас Ника показать просто супер прострелы на рампы. По-моему, никого он там не покосал. Да, трое сотки. Трое сотые. Один двенадцати хиповый. Но это другой мой чувак все из хипов. А в ответ простреливает Смитс. Тоже, по-моему, особо не коцает. И проход по девятку. Минус от Глэева. Сейчас он прикрывается в этим этам девяти. И нужно сейчас... Ой, фейл. Фейл сейчас может быть от Фрегеймс. Если отдадутся под девять и под... Под девять. Извините за автологию. Но нет, вроде все нормально. Три в три. Единственная проблема большая. С хпшками. В конец шесть хп. Смитс десять хп. Подсадка на девять. Давайте посмотрим. Сейчас буду подсаживать скрима. У него 69 хп. И минус Смитс. Есть два подсадки. Размен от скрима. Хорошо. Два в два. Падает на плент. Есть инфа по мейну. Судя по всему. И один внизу. Минус. И смотрим за экшеном. Этого потрясающего игрока из Бельгии. Он не знает, к сожалению, где враги. Он... Ай-яй-яй-кот этого. Он даже не понимает, что это не девять и минус скрима. Это девятый раунд за аннексис. Не хотят. Не хотят начать непко проигрывать. Надеются на овертаймы. Это все, что они могут добиться в данном периоде игры. Взять еще шесть раундов. И таким образом вывести игру на овертаймы. И возможно даже победить в них. Ну опять же, в ВГ есть еще целых шесть раундов для того, чтобы добить аннексис. Вот размен. Вернее, не размен. Открывающий минус от аннексис. Врывается. Сейчас зря врывается MSL, мне кажется. Решили сыграть агрессивно. И... Ну... Это, конечно, риск. Но не факт, что оправдан. Потому что аннексисы могут отыгрывать, как они отыгрывают. У них неплохо получалось, в принципе. Вот так агрейцы сейчас могут поплатиться за это очень сильно. Но смотрим. Вот теперь они, да, ушли в более пассивную игру. Контролятся рампы. Контролятся под девяткой. Минус от пимпа. Неплохо. И 4 в 3 можно брать раунд. Это будет 15-10. Давайте посмотрим за скримом. Нет, у него здесь не будет так, что нам за. Ну, пока не за кем смотри. К сожалению, двое терроров проходят по улице вниз. И скрим попытается пройти на рампы. То есть плитом зажать чувака на рампах с двух сторон. Такие мини-клещики. Ну, там... Нет, или что? Или наверх будет идти. Пока непонятно. Потому что скрим у нас, почему-то, не хочет идти на рампы. Он пытается выйти на верхний плент. А два чувака... Нет. Что? Что делается? Не понимаю. Ба. Вот теперь понятно. Отрезает. Отрезает скрим у нас с контров, который будет уходить через кишки. Заходите в спину. Это, в принципе, очень неплохо. Смотрите. Врывается. Один минус. Два минуса. Браво, скрим. Минус от Кенеса. И это GG, наверное. Смотрим за Ника. Ника. Один в три. Фомас на руках против трех терроров. Коцает Кенеса. Коцает до 8 хп. Но очень хорошая позиция терроров. Один в кишке, другой. Врывается. Минус один сейчас в спину. Спин должен убивать Кенес. Да, это GG. 16-9. Победа Варигеймс на второй карте. В матче полуфинала. Мэтт Кэтс. Кс Гоу Инвитейшнл. И таким образом нас ждет третья карта. Третья карта.